В Сочи сегодня основной день инвестиционного форума. Программа более чем насыщенная. Одна из основных тем – национальные проекты от стратегии к действию. Свои идеи представят и молодые бизнесмены, для которых эта площадка – возможность получить бесценный опыт и проявить себя. Алена Евтикова продолжит. Делать что-то интересное, технически сложное, еще и в России. Это такой серьезный вызов. Идея лежала на поверхности, то, что сейчас тренд идет на электротранспорт. Молодые инженеры из Пенза создали вот такой электромопед. Компактный, недорогой в производстве. Конструкцию разработали сами. У нас есть много энтузиазма. Я надеюсь, все получится. Мы здесь много контактов уже нашли. Очень большие у нас цели на этот форум. Свыше 600 заявок от молодых предпринимателей. Традиционно именно они открывают российский инвестиционный форум. Представляют лучшие идеи стартапов. В качестве наставников – лидеры международного и российского бизнес-сообщества. Молодежное предпринимательство мы расцениваем как такой серьезный драйвер вообще социальной активности молодежи в нашей стране. Потому что человек, который малый бизнес создает, уже и не малый бизнес создает, это человек, который точно совершенно активен, точно совершенно ему не все равно, что происходит в нашей стране. Он человек с позицией гражданской. И вот таких вот ребят мы, конечно, стараемся поддерживать всячески. Одна из основных тем нынешнего форума – национальные проекты от стратегии к действию. Как привлечь инвестиции? Каждый регион представляет свои бизнес-проекты. Значительная площадь Сочинского медиа-центра отдана под выставочные павильоны. Зазывают к себе кто спецэффектами, кто интерактивом, кто национальным колоритом. Заброской формы здесь всегда полновесное содержание. Так стенд Ростовской области в виде торгового порта. Мы сделали центральной темой нашей экспозиции портовые проекты новые. У нас шесть новых проектов на общую сумму 9,4 миллиарда рублей. Мы понимаем, что если мы хотим наращивать продовольственный экспорт, мы должны увеличивать портовые мощности. Через Ростовскую область сегодня идет порядка 40% всего продовольственного экспорта России. Экономический потенциал России в ее регионах – свои инвестиционные возможности представляют 42 субъекта страны. И не просто презентуют, заключают сделки и подписывают контракты. Только в прошлом году на общую сумму почти 800 миллиардов рублей. Республика Башкортостан, можно сказать, впервые презентует наш регион со своим выставочным стендом. У нас в ближайшие два дня запланировано ряд соглашений к подписанию. Это инвестиционные соглашения, которые мы надеемся уже начать реализовывать в ближайшее время. Помимо деловой программы, на форуме в этом году предусмотрена и программа «Оздоровительная». В поддержку дискуссии о здравоохранении ряд спортивных событий. Например, традиционный забег по трассе «Формула-1» или вот пешая прогулка. Акция «10 тысяч шагов к жизни». Человеку нужно понятное, доступное занятие, которое ему сохранит здоровье. Люди, которые ходят хотя бы два часа в неделю, продолжительность жизни у них увеличивается почти на 10 лет. Поэтому это такой здравый очень аргумент в пользу того, чтобы заниматься этим, пропагандировать. Всего, по данным Оргкомитета, в Сочи приедут около 9 тысяч представителей из более чем 40 стран. В работе российского инвестиционного форума примет участие Дмитрий Медведев. Сегодня стартует основная программа. Алена Евтикова, Лея Ребжанов, Ирина Чичу и Дмитрий Баранов. Первый канал. Сочи. Продолжение следует.